друзья всех приветствую в общем хочу делать видео покороче чтоб не распыляться и вот это старый пылесос который я покупал я вам уже показывал и все про него рассказывал поэтому не буду время тратить я его завтра поеду возвращать и вот этот который я ждал я вам говорил что буду заказывать то есть было видео на канале где я говорил что буду заказывать в итоге его заказал его только сегодня его доставили бесплатная доставка плюс у меня была скидка на риджи до 10 процентов короче я вам показывал сколько он стоит как фонди по 99 плюс там налог если бы он не обошел с собой 110 а так получается со скидкой с бесплатной доставкой без налога он не обошелся по моему 94 вот в общем сейчас поставлю как-то камеру в штатив и буду делать распаковку в общем друзья ну я просто записываю камеры качество вроде говорят что на ней получше в общем эта коробка в которой его прислали поэтому я понимаю сам пылесос своей коробки должен быть внутри сайт с которого я заказывал вот акме tools ну и это я первый раз него заказываю вообще про него особо ничего не знаю то есть я заказываю просто где дешевле у меня нету какого-то определенного сайта амгрилл прошлый раз заказывал вот триммер и вот заказывал стула пошел заказывал секми там иногда себе заказываем господи по чем давайте приступать к открытию не охота мне идти за ножом поэтому открываю короче здесь сейчас чуть как-то надо под наклонить значит здесь 7 войс ну не буду показывать не что тут всякие адреса там эти номера карточек кредитных и прочая персональная информация чего вот тут я не знаю такая у нас здесь просто ихняя реклама типа каталоги какие-то вот всякие инструменты накид и деволты в общем хрен такая 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 всякая какая-то хрень все это вот в этом конверте вот что хорошо видите они прислали все запаковано еще в дополнительной коробке вот это вот я понимаю четко потому что обычно вообще просто берут тупо присылают в ящики и все то есть мне вот много раз было такое что вот инструменты просто вообще без всякой упаковки в родной коробке в которой они находятся в той как бы присылают в общем такая модель четыре с половиной галлона водра это обозначает сухой и мокрый то есть он может работать как насос откачивать воду когда у вас там потоп и что-то пропак это его как бы название 5 лошадиных сил пиковая мощность 20 фитов длина шнура сетевого это 6 метров и 1 7 8 на 7 фитов шланг значит 17 восьмых инча это его диаметр это самый распространенный то есть если он говорил 2 с четвертью или два с половиной вроде как самый большой из тех которые продаются вот в том у меня вот тут два по моему с половиной и 7 фитов это ну два метра 10 сантиметров получается но он еще растягивается вот это все то же самое только на других языках пожизненная гарантия полностью то есть сколько он у вас существует все время он покрыт гарантия если что с ним случается ремонта и все остальное все за счет риджида значит здесь комплектация но мы ее сейчас посмотрим внутри вот фильтры видите у них бывают разные здесь вложен уже вот такой вот fine dust то есть для мелкой пыли но они там бывают всякие бумажные типа там их множество всяких видов это не самый дешевый я вам сразу беру но и не самый дорогой потому что самый дешевый однослойный one layer здесь три слоя но бывают еще четырех-пяти слойные и вот здесь вот небольшое для вас описание блин мне так неудобно с этой камерой ничего видно партитивный и мощный 5 лошадиных сил пиковая производительность легкий для переноски сухой и мокрый пылесос встроенным портом блогера знаю что такое встроенный порт блогера это выдувает то есть когда вам там надо примеру пыль с верстака сдуть или там на лужайке там или у вас на площадке налетели лися вам их просто по сдувать надо то есть это он выдувает работает как выдуватель для добавлен для versatility это блин как же это сказать короче не помню ладно то буду сейчас время тратить короче quick lock это наверное система крепления фильтра тоже не особо она нужна также на него видите можно покупать мешки вот написано какие модели но в комплекте так понимаю что их нету а в том по моему были даже мешки три штуки ну короче ладно фиг с ними мешками они наверно и нафиг не нужны в общем приступаем к вскрытию но это у вот этот валяется у меня вообще ножи есть нормальные просто не найти их искать еще есть под рукой используем у меня просто тут в ящички пишут так это вот опциональные аксессуары для когда вы сосёте воду можно использовать и такой фильтр он скорее всего поролоновый вот у меня в старом пылесосе какой был можно купить дополнительно хипа фильтр видите 5 слойный о чем я вам говорил только что то есть вот это все то что к нему можно дополнительно покупать и можно вот эти вот мешки покупать смотрим как внутри так значит сразу сверху мы видим вот такие трубки это чтобы пылесосить какую-то хрень которая находится высоко они между собой могут соединяться плюс здесь какие-то крючочки и короче длина ну блин не знаю ни сантиметров по 50 наверное короче две трубки такие пылесос я знаю вы все удивились его цвету вот что я вам скажу что как я понимаю это точно такой же пылесос только это считается более профессиональным то есть у риджида есть оранжевая серия которая тоже профессиональная но она вроде как продается официально из сетей супермаркетов только в хоум дипо то есть она может продаваться в принципе там на амазоне на ebay на каких-то инструментальных сайтах но вот из сетей и сетевых то есть не волмарте не в сирсе не во фредмайре нигде как бы риджид не продается не в лавейсе то есть у него как эксклюзивные права у хоум дипа на продажу а вот эти вот серые и красные они как раз таки могут везде продаваться ну я не знаю чем они реально отличаются там качеством пластика или сборки или там какие-то у них есть принципиальное отличие кроме расцветки или нет ну как риджид заявляет что вот это вот сера красная это именно профессиональная серия для коммерческого использования то есть оранжевые у них как бы более тоже профессиональные но они профессиональные для как домашнего производства хотя и так вы можете их и на производстве использовать ничего про это не говорится но эти как бы вот чисто для профессиональной работы предназначены и я не знаю вот я вам говорю потому что как я вам скажу у меня то оранжевого не было никогда чтобы сравнить вот вот этот типа самый профессиональный почему я в принципе его решил брать но мне кроме этого этот цвет больше лично нравится мне не очень нравится такой красный но видите он не ярко красный такой-то ретро красный но все равно мне он лично на мой взгляд мне он кажется красивее чем вот тут тот оранжевый мне в принципе их не оранжевая расцветка никогда не привлекала в общем и вот о чем я вам говорю что вот что мне еще в нем понравилось посмотрите он вообще монолит режет вроде как говорит официально что на нем нельзя стоять вот смотрите вот я стою на всем своим весом на этих дверцах наверно лучше не стоять а то они отломаются видите вот я просто по нему хожу смотрите сам ничего не продинается то есть его можно использовать как подставку или как стул ручка резина вот это все резина пластик видно конечно вот видите и облой есть и всякие небольшие дефекты но ничего критического нет где он кстати изготовлен или посмотрели на коробке она сейчас сзади посмотрим там по моему есть какая-то информация значит сверху мы видим rigid и какая-то информация рукоятка складывается вот это все очень классная резина очень мне нравится как она в руке вот здесь мы видим огроменная просто кнопка включения которая легко нажимается и она видите то есть получается нажиматься она должна чуть чуть сложно чтобы случайно не нажал то есть надо сюда попасть и нажать вот выключаться она должна очень легко и то здесь вы можете его включать выключать даже в перчатках видно размера этой кнопки вот тоже самое видите небольшие щели всякая херня короче это пофиг здесь какая-то решетка для вентиляции наверное название это его объем четыре с половиной галлона где это перевод в литр и 17 литров 5 пиковая мощность она кстати точно такая же как в том большом пылесосе который я вам показывал вот здесь опять какие-то ворнинги написаны там типа ну написано чтобы у вас не ударило током как бы не пылесосе под дождем короче понятно то есть он может сосать воду но в то же время если будете под дождем пылесосить может ударить током здесь наклеена вот такая наклейка чтобы вы знали какие модели фильтров к нему подходит то есть для сухой чистки подходит 3 400 3 500 и 3 600 для мокрой подходит 3 700 значит здесь у него есть серийный номер вот модель если кто хочет погуглить 4 500 rv 0 9 ампер 60 герц вот их не сайт rigid.com так и называется короче всякая хрень а где он сделан я так до сих пор и не вижу болель так ладно сейчас обретимся помощью коробки быстро на секунду производства ухо друзья жизнь не поверить смотрите производство мексика сделан в мексике обалдеть хоть блин одна вещь не из китая вот это вот ну мексика тоже от китая не особо далеко ушла но у меня уже от китая честно говоря тошнит поэтому вот что короче не знаю насколько прочные вот эти вот крышки как я вам тогда показывал там в магазе она была уже отломана но я так понимаю что это она не отламывается а просто снимается здесь как бы проблем нету здесь смотрите вот это очень классная мохнатка я вам про нее говорил вот здесь вот такая вот и для нее видите она все плотно сидит в своих этих самых местах ничего не болтается и здесь если вы обратите внимание сейчас блин обратите внимание такая что вы обратили мне надо вам показать блин как короче вот тут блин вот тут видите нарисовано для какой но щетки вот выдавлена прямо в пластике то есть мелочи все таки приятно ну а здесь и так понятно то есть это вот для мохнатки вот нарисовано это ее место так и продолжаем значит дальше наше обозрение так в общем здесь мы посмотрели короче это и хреново знаю чё сейчас разберемся потому что я его вижу в первый раз пишем так же как и вы поэтому вот видите защелкивается и все смотрим что у нас с другой стороны то же самое видите закрывается на защелку то есть так просто его не откроешь открываешь и здесь у нас лежит шланг обратите внимание качество то есть он не жесткий а он видите какой мягкий мягкий и посмотрите как он хорошо растягивается охренеть просто охренеть 1 и 7 8 я вам говорю а здесь сколько я хреново знаю плюс здесь если вам мощность слишком большая вы можете ее под уменьшить вот но это в принципе и в старых телефонах такая функция была такая насадка тоже самое там под нее отдельный отсек и кабель такой вот такой вот вот такой вот сейчас мы его включим и посмотрим какие чудеса вот здесь под него видите вырез так так шланг я так понимаю подключается сюда и давайте же посмотрим самое интересное внутри оба на вот кстати только что заметил смотрите что когда он у вас находится вот в разобранном положении вы видите он встает туда мортво а охренеть и здесь в общем остается еще такая вот ну короче внутри больше ничего нет вот как сама крыта выглядит здесь еще да зарегистрируйте свой продукт у них на сайте напечатано тоже в мексике и инструкция овнерс мэньюал эмерсон это корпорация которой риджит принадлежит ей принадлежит кстати много много еще других строительных всяких инструментальных фирм вот можете в интернете посмотреть и здесь в общем то все 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 там как им пользоваться но тоже не будем это подробно рассматривать потому что я хочу ее подробно изучить и тестирование произвести в отдельном видео почему потому что ну не хочу ничего запороть кстати фильтр смотрите как снимается давайте попробуем и все и так вот он одевается то есть вот это держишь просто тянешь и все вот это резина и вот здесь вот все она плотно насаживается абсолютно элементарная замена фильтров в общем друзья ладно не буду вас загружать на этом сегодняшнее видео закончим а испытание пылесоса тогда в следующем видео наверное завтра я почитаю сегодня инструкцию и в общем в интернете там посмотрю какие еще рекомендации по нему есть в общем ставьте лайки пишите комменты всем огромное спасибо за просмотр пока пока ну кстати ну кстати друзья небольшое дополнение видите все таки я был не прав здесь вот эти штуки все не идут это дополнительные аксессуары а я тут видел их я думал они здесь идут а это то что вы дополнительно можете купить то есть здесь не идет мохнатка здесь не идет вот этот трехслойный фильтр здесь не идут мешки это вот старый пылесос который я купил который я буду возвращать а здесь идет только вот эта вот хрень и видите здесь однослойный фильтр идет а в том идет трехслойный и там идет мохнатка здесь не идет здесь чуть другие щетки вот видимо поэтому вот у них и разница в цене что это получается здоровее, а стоит дешевле.